Приветствую вас друзья в этой части под номером 2 я расскажу вам как набираются и расставляются отряды в игре берсерк у каждого игрока есть вот такая карточка здесь можно посмотреть сколько какого серебра золото у каждого игрока есть например у первого игрока 24 золото 22 серебра у второго игрока 25 золото 23 серебра игроки кидают кубик и выбирают кто будет первым кто будет вторым игрок слева будет первым каждый из игроков с колоды перетусовывают колоду и выбирают 15 карт игровая колода должна быть не менее 30 и не более 50 карт то есть каждый игрок себе составляет колоду сам но есть у них лимиты от 30 до 50 сейчас раскладываем по 15 карт и по кристаллам делаем набор армии сначала лучше израсходовать золотые кристаллы и если у вас вдруг там какой-то золотой кристалл не используется золото всегда можно перевести в серебро но серебро в золото не переводится раскладываем карты и набираем себе отряды игроки купили за кристаллы карты из 15 карт раздачи и посмотрим что набрал игрок номер два здесь получилась закупка на 22 кристалла золотых значит остальные кристаллы 3 золото перешли в серебро и игрок смог набрать серебряных кристаллов на 3 больше и вот получилась такая закупка за серебряные кристаллы теперь игрок номер два расставляет свой отряд карты чтобы не видел противник расставляются в закрытом виде игрок номер два смотрит характеристики своих карт и выставляет их по своим характеристикам то есть стрелки ставятся на задние ряды атакеры ставятся лучше конечно на передний ряд у нас выпали стихии лес и у первого игрока степи я у первого игрока стихия степи первый игрок первый ряд не может закрывать но у второго игрока есть такое преимущество он может полностью закрыть первый ряд что не дает возможности первому игроку перейти на поле второго игрока теперь расставляет свои карты первый игрок первый игрок может занимать по три ряда и уже здесь но по краям карты он сначала не может поставить но зато при первом ходе он может расставить свой отряд на первую линию так вот получается расстановка отрядов и первый игрок скрывает свои карты а потом игрок номер два скрывает свои но также у некоторых карт есть схрон свойства схрон они могут быть закрыты пока игрок не нанесет по ним удар у игрока номер один выпала в картах местность местность ставится за игровым полем то есть ее нельзя не уничтожить и она не наносит удары по картам противника в каждой игре есть нападающий и есть защитник например карта игрока наносит удар по карте противника и она закрывается и так 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 также каждая из карт которая нанесет удар по карте противника она закрывается но та карта которая не сыграла остается открытой она может потом выступить в роли защитника для закрытых карт в части номер три мы проведем коротенький маленький бой с малым количеством карт чтобы на примере показать как это делается во время игры кому интересно переходите к следующей части и смотрите короткую игру